Всем привет, друзья! Что может быть лучше приморского города вне сезона? Пытаюсь перекричать волны и чаек. Лучше может быть только пробежка по набережной этого приморского города вне сезона в дождь. Особенно, если вчера на ночь съел 2 килограмма барабульки. Догоняйте и присоединяйтесь. Ну или увидимся в студии. Здесь все непросто. Этот спектакль поставлен не по пьесе, а по картине Брейгеля «Нидерландские поговорки». Название непонятно. Здесь больше, чем просто селедка. Играют спектакль не просто непрофессионалы, а слепые и глухие люди. А музыка исполняется на музыкальных инструментах эпохи самого Брейгеля. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, огромная удача, что вы согласились прийти. Спасибо вам большое. А еще скажу, что я ехал в студию и включил первое, что мне попалось, значит, из вашей музыки. И это оказался этюд на пришествие героя. Поэтому я так в таком еще гипнотическом состоянии нахожусь. Грандиозно. Так вот, значит, про спектакль. Вот все, что я перечислил, и отсутствие пьесы, и какая-то селедка, и особые исполнители, и прочее, прочее, во всем чувствуется какое-то преодоление. В чем вообще задача заключалась при создании этого представления? Ну, вы понимаете, действительно, преодоление тут многоуровневое, и даже тут какое-то бесчисленное количество уровней. И очень важно, что это люди с ограниченными возможностями. И для меня это очень такая важная тема. Она пересеклась с тем, что вообще-то сейчас род человеческий – это вообще-то некое существо с ограниченными возможностями. И, кстати говоря, вот эта картина, исходная, пословица, да, практически это о том, что человечество – это существо с ограниченными возможностями. И, собственно говоря, это очень перекликается с похвалой глупости Эразма Роттердамского, и что, в общем-то, человечество – это не какие-то высокие проявления, а это именно проявление какой-то недостаточности, потому что все пословицы, которые здесь есть, это практически говорят о том, что человек очень ограничен в своих возможностях умственных, нравственных, моральных и так далее. Вот. И, конечно, здесь очень, как сказать, это пересеклось с тем, что играют не просто актеры. Так что здесь вот такое какое-то полное совпадение. И скажу сразу, я понял, что тут невозможно оркестровые академические музыканты, которые будут играть по нотам. Вот. Тут надо что-то живое, живое взаимодействие, живое пространство взаимодействия. И, скажу откровенно, поначалу у меня даже была такая задача, то есть, когда вот только это все начиналось, такая мысль, что какого-то фриджазового музыканта использовать одного, ну, это сразу отпало, потому что тут сразу с электроникой, связано с акустикой. И тогда вот мне на ум пришла, в общем, тоже такой вот персонаж совершенно уникальный. Это Анна Тончева, которая играет, в общем, на огромном количестве инструментов. Это ренессанс, барокко, этника. И, в общем, это все в одном лице. И сразу же, значит, отпало вот это шесть музыкантов обязательно, потому что она может как бы все обслужить вот эту ситуацию. И в какой-то степени обеспечить автентичность, потому что практически она играет и на лютни, и на вот этих самых ренессансных арфах. То есть, это все звучание практически соответствует вот той картине, которая здесь изображена. И мне кажется, что вот это вот получилось удачно. Вот в данном случае, если вы меня как у музыканта спрашиваете, вот привлечение ее в спектакль – это большая удача. У нас есть фрагмент. Я предлагаю посмотреть и нам, и телезрителям, чтобы хотя бы иметь чуть большее представление. Это репетиционный процесс. Нет, это такой фритурнель. Это именно это. Причем дирижирует глухой человек, она не слышит. Ну, в принципе, да, Бетховик тоже дирижировал глухим. Ну, там есть вот, это совершенно поразительный момент, ну, там или глухие, или слепые. И есть совершенно, вот который меня вообще до глубины души потрясает, слепой актер, который танцует танец красы и Спартака Лиепы. Вот, причем он… Это уже Григорович, который… Который Григорович, да. Я в свое время был фаном Григоровича и фаном Лиепы, вот. Ну, то есть, этот спектакль я смотрю, я не знаю, там, десятки раз, Спартака в свое время, да. И меня поразило, вот, то есть, вы понимаете, здесь поставлен опять-таки вопрос ущербности, потому что крас – это ущербный человек. Если вы помните, как это делал Лиепы, да, у него, с одной стороны, полет, в который он не может направиться. То есть, у него все время какие-то вот такие сдержки, да. И вдруг вот у этого актера, который, ну, наверное, не знаю, как он там… Он вдруг делает вот это самое, то, что делает Лиепы, да. У Лиепы, там были какие-то… У него был такой чуть-чуть тягучий шаг, да? Да, 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 да. Ну, смысл то, что он как бы хочет взлететь, но он не может. То есть, крас – несмотря на все свое могущество, это человек с ограниченными возможностями, который пытается это скрыть, ну, и так далее. И здесь вот в этом слепом актере вдруг это, ну, в какой-то совершенно феноменальной степени это все выпогатилось. А работать все-таки, ну, понятно, что у них есть какие-то свои особенности, таланты и прочее. А то, что не слышали вам, как было с людьми, которые не слышат музыки, не слышат звуков? Они… Да нет, просто, понимаете, в том-то и дело, что почему здесь вот академические музыканты бы не подошли, потому что под них делали. Не они делали под музыку, а музыка делалась под них. То есть, в расчете на то, что они, естественно, не слышат, но они производят какие-то движения, и музыкант ориентируется на их движение. То есть, там много импровизации, да? Это нельзя назвать импровизацией. То есть, это не импровизация, это попадание. То есть, структура-то есть, да, но структура очень гибкая, потому что мы должны попадать вот в движение вот этих самых людей, которые практически не в контакте. А они как-то разыгрывали эти поговорки голландские, да? То есть, это были фрагменты отдельной поговорки. А, кстати, насчет селедки. Что за селедка? Про название ее. Понимаете, ну, тут, как говорится, уже загружен вот этот абсурд, селедка, которая не селедка, да? То есть, понимаете, для меня это еще очень такая близкая тема, потому что я вот связанный с русским авангардом вообще, и с аберилотами, и с Хармсом, и вообще вот Брейгель, это, собственно говоря, в какой-то степени притеча, ну, если так можно сказать, аберилотов и вот этого русского поста авангарда, я имею в виду, и, естественно, не только русского, это и Бекет, и Иоаннеско, в общем, да? И селедка, это, в общем, как вот сказать, наверное, самая лучшая такая уже хрестоматерийная вещь, это картина Магрита, рисунок Магрита, изображающий трубку, и написано, что это не трубка. Ну, в общем, это вот из этой же серии. Вот по поводу вообще инклюзивного театра, инклюзивного искусства, вот это, не знаю, сравнить с, например, игрой на музыкальном инструменте, вот, скажем, у пианиста пять пальцев, или сразу три пальца, или здесь, может быть, все семь пальцев. Вот просто понять, не знаю, насколько я толково задаю вопрос, просто это совершенно особая, ну, как бы, особой краски у тебя в руках. Ну, да, тут немножко другое, то есть, понимаете, если вы с пианистом сравнили, дело в том, что есть вот в пианизме несколько таких примеров, леворучные концерты для рояля, да? Вот у Равелли есть такое там, ну, в общем, и очень популярные, хорошие концерты, но они построены все на том, чтобы, как бы, играет левой рукой, так, как будто он играет двумя руками. Так вот фактура, композиция построена, да, что, как бы, это маскируется. Здесь же это не маскируется, да, и, в принципе, ведь тут речь идет не о том, что они ущербны. Дело в том, что вот люди с ограниченными возможностями, они выходят в какие-то такие пространства, в которых человек нормально, он не может войти. И вот если режиссер начинает именно работать вот с этими возможностями, а не делать вид, что могут они слепы, а на самом деле они ведут себя, как не слепы, вот это ерунда абсолютная, да? То есть вот тут дело в том, что отдастся вот этой какой-то вот великой ущербности. Ну, вот тут, понимаете, может, какие-то дзенские такие уже моменты наступают, что великий оратор подобен заике, да? То есть вот это какое-то заикание, которое способно величие, и в надежде на то, что в этом заикании, в этом ущербности можно выйти на нечто великое. Я не знаю, как тут получилось, не получилось, но интенция именно такая. Я понимаю, наверное, тут действительно и не три пальца, и не семь, а потому что совершенно другие пять пальцев. Да, да, да. И в этом вся, собственно говоря. А как вы думаете, вообще вот подобное искусство, когда привлекаются люди, условно, слово толком не могут придумать, ограниченные, возможно, не ограниченные, но неважно, подобные. Это нужно им, это нужно нам, это нужно всем, это нужно обществу, это нужно искусству или какие-то здесь, какие мотивы? Ну, и мне кажется, что, наверное, вот для зрителей это тоже очень нужно, потому что, ну, грубо говоря, чтобы они о себе много не мнили, что человек, как бы вот нормальный человек, он и есть нормальный человек, а может, нормальный человек – это самый ненормальный человек, да, и когда он видит вот эти какие-то вот достижения, которые вот делают эти люди с ограниченными возможностями, нормальный человек может призадуматься о себе и о своем месте в жизни. То есть это, в общем, грубо говоря, поучительно для всех. А может быть, это для людей с ограниченными возможностями, конечно, это какие-то, может, социальные лифты, социальные возможности. Здесь вот, я не знаю, как там служится, но в любом случае, эти возможности открываются. Владимир Иванович, спасибо вам большое, что вы пришли. Невероятно интересная история. Надо посмотреть, конечно, при возможности. Всяческих вам успехов, творчества. Спасибо. Поэзия – та же добыча радия. Грамм добыча в год труды. Изводишь единого слова ради. Тысячи тонн словесной руды. Владимир Майковский. Здравствуйте, Алексей. Сразу порадовали. Как говорил мой мастер, сразу кисточкой по пузу. Какие граммы вы принесли нам сегодня, Рома? Знаете, я вспомнил, вот это стихотворение, которое я сегодня принес, оно, в принципе, одно из моих самых любимых. У меня никогда не бывало фотографической памяти, как у вас. Нет, почему вы думаете, что у меня есть фотографическая память? Нет, я знаю, что это случается, никогда не был свидетелем, и однажды это случилось со мной. Вот, и это как раз сегодняшнее стихотворение. Но предварить я его хотел маленьким рассказом, точнее, пересказом рассказа у Михаила Веллера есть такой рассказ. Когда человек, доживший, назовем это до среднего возраста, вспоминает что-то, что он в жизни не сделал. Самые разные вещи. Кому-то не отдал долг, а кому-то не ответил ударом по лицу, и так далее, и так далее. И он доживает до некоторой точки кипения и решает потратить следующий год, два, три на то, чтобы раздать вот эти долги. И постепенно начинает туда поехать, с тем объясниться, извиниться перед барышней, отдать долг, кому-то врезать по морде, и так далее, и так далее. И вот проходит время, и эта работа завершена. Он роздал долги. И он идет по улице в финале этого небольшого рассказа, оборачивается, и в витрине не видит собственного отражения. Он перестал быть, поскольку поставил точки вместо всех отточий собственной жизни. И однажды в Петербурге в книжном магазине я взял новый сборник, тогда новый сборник одного из моих любимейших поэтов. Это поэт Владимир Гондельсман, который рано эмигрировал, в 70-е годы, и живет в Нью-Йорке с тех пор. И до сих пор. Да, да, да. Живущий сегодня в Нью-Йорке до сих пор поэт. Он, на мой взгляд, еще один из самых больших, что называется, мастеров слова. Многие забывают, что эта работа, сочинение стихотворения, это ежедневная, часто монотонная, вот та самая словесная руда, о которой вы только что, по изведению тысячи, тысячи, тысяч слов. И это очень большой мастер. И я следил за тем, что он сочиняет, давно-давно. И вот лет 10 назад я взял этот сборник, он назывался «Исчезновение», открыл это стихотворение, и сразу оно отразилось на зрачке, и я сразу его запомнил. А, каков размер? Вот, я его сейчас прочту. Оно так и называется «Исчезновение». А стихотворение звучит так. Владимир Гондельсман, «Исчезновение». Был праздник, шли крикливые латинос, визжала санитарная сирена, и площади в огнях цвела арена в один из дней, в один из дней, в один из. И вдруг все истончилось мимоходом, И тихая из праздничного гула День обезличивая ночь прильнула. Да что там ночь, да что там? И из окна романс донесся. Если, как звезды мы с тобою отпылали, Была ли жизнь, была ли, лали, лали, И есть ли, есть ли, Пока там некто пел, точнее, пепел, Я бросился к витринной черной плеши, Где должен был бы встречным быть Себе же, но не был. Ух ты, в один из дней, в один из дней, в один из. Как будто это песня, Как будто она где-то поется, Она не могла петься по-русски, Поскольку очевидно, что это какой-то город, Американский, скорее всего. И вот она была, лали, лали, И есть ли, есть ли. Очень просто, просто, Действительно мурашки по телу. Как вообще поэт? Понятно, что Бродский умудрялся, Правда, он путешествовал по миру, И в Венеции задерживался. Вот в Нью-Йорке русский человек, Русскоязычный человек, Десятки, десятки лет остается поэтом. Это как-то... Это испытание. Вы имеете в виду, например, Расставание с родным языком? Ну, вообще все. Это тем более такой город, Который город... Шумный, шумливый, назойливый. Мне кажется, что в этих условиях, Кстати, особенно в Нью-Йорке, Хотя есть замечательный русский поэт, Ну, скажем, Полина Борского, Которая живет в Армхерсте, Там же жил Бродский, преподавал. Может быть, наоборот, Повышается некоторая степень концентрации, Вдали от языка, Понимая, какая на тебя ответственность, Пугаясь, что ты чего-то упускаешь, Поскольку язык – это живой организм, И он продолжает жить, Что называется, в месте произрастания, А ты от него отстоишь. Но сегодня, мне кажется, Это уже не такая существенная преграда, Как когда-то, когда-то расставался с языком. Но мы можем слышать отголоски этих расставаний. Когда мы встречаемся с потомками белых эмигрантов, Которые до сих пор держат масть, И для которых до сих пор родной язык, Как будто бы русский, Но гораздо больше французский, английский, Мы до сих пор можем слышать речь устоявшуюся, В которую как бы не проникло ничего Из развития языка за последние сто лет. Это очень странно. Но стихи невероятно красивые, Мелодика просто потрясающая. Поэтому и запомнились. Вы уже закончили, Уже мы разговариваем, разговариваем, А во мне еще в один из дней, В один из дней, в один из дней, в один из ла. Спасибо, Рома. Спасибо большое. Режиссер документального кино, Имя которого знает весь мир, Дзига Вертов, Снял много фильмов, Самый знаменитый из которых Человек с киноаппаратом. Но так случилось, Что самая первая его работа, Годовщина революции, Из-за политических перипетий, Была утрачена. Так, по крайней мере, считалось. Николай, здравствуйте. Добрый день. И вы это мнение опровергли, Насколько я знаю. Ну, я опроверг его невольно. Я обожаю поддерживать мифы, И всяческие тайны исторические. Но специфика профессии киноведа такова, Что иногда эти тайны приходится разоблачать. Вот. И в данном случае, Нам, мне, при помощи коллег, Удалось восстановить этот фильм, Реставрировать, вернуть его в обиход. Вот. Я считаю, что, Если одной тайны стало меньше, То разве это плохо? Как это технически происходило? Если фильм утрачен, Ну, во всяком случае, Как я прочитал об этом, То, значит, утрачена пленка, Или что, она находится в разных... Расскажите, пожалуйста, Чем мне это все домысливать? Я могу рассказать бесконечно. Нашей передачи, я думаю, не хватит, Для того, чтобы все детали этой истории рассказать. Мы должны все-таки быть знакомыми С искусством монтажа, Поэтому можете сразу сделать... Хорошо, мы сделаем проще. Конечно, пленки не погибли. Ведь мы теперь в цифровую эпоху знаем, Что изображение и носитель, В общем-то, мало имеют отношения друг к другу. Поэтому важно, Чтобы сохранились именно фрагменты изображения В виде пленочного носителя. Почему фильм не сохраняется как целое? Дело в том, Что документальное кино Очень быстро утрачивает свою актуальность. И кто смотрит новости месячной давности, Например, да никто. Поэтому документальное кино Очень быстро уходит в архив. Для того, чтобы в будущее режиссеры документального кино Оттуда извлекали кусочки. Они извлекают. И сам Деговертов уже в 20-е годы Сам резал свои фильмы для того, Чтобы использовать кусочки в других фильмах. И старые фильмы подвергались размонтажу. Их разрезали на кусочки. И потом они хранились в архивах Уже в таком разобранном виде. И каждый кусочек получал свой отдельный регистрационный номер. Моя задача заключалась в том, Чтобы из этого винегрета Собрать первоначальный продукт. Об этом какие-то свидетельства записи сохранились? Как вы вернули обратно? Ну, если бы сохранились свидетельства, То кто-то сделал бы эту работу раньше меня. Понимаете, желающих много. Все-таки не каждый раз удается восстановить Дебютный фильм Деговертова. Классика мирового кино. Но несколько лет назад Моя коллега Светлана Ишевская Нашла в государственном архиве, В РГАЛИ, В фонде, где отработали, наверное, Все филологи мира. Именно в фонде Владимира Маяковского. Полный список всех надписей фильма. На афише, которая была выпущена И на премьере этого фильма. А что такое надписи? Титры или... Да, надписи. Дело в том, что кино немое, Звука не было. И поэтому сюжет пояснялся При помощи вклеенных надписей, Как принято было в эпоху немого кино. И вот список этих надписей От первой до последней Сохранился в фонде Маяковского В архиве литературы и искусства. И я, вооруженный этим знанием, Пошел уже в другой архив, В архив документального кино, Где в соответствии с этим списком Пересмотрел все эти сотни коробок, Которые относились к 1917-18 году. И просто выбрал те фрагменты, Которые и склеились в единое целое. А как вы это делаете? На пленке делаются отметки. Монтажеры в то время, Ну, как и теперь, скажем, Видеомонтаж позволяет Идентифицировать кадры. На них есть свои Специфические обозначения. Точно так же в эпоху немого кино, Когда люди клеили куски пленки, Монтажеры должны были знать, В какой последовательности клеить. Поэтому на них наносили Специальные пометки между кадрами. На полях, там не перфорация где-то сбоку, да? На том, что обычно не видно на экране, Монтажеры делали пометки. Обычно на киношном жаргоне Это называется стартовый номер. Номер, который пишется На третьем склейке Межкадровом пространстве. И по нумерации интертитров, По нумерации стартовых номеров, По совпадению их последовательности, Можно утверждать, Что вот этот фрагмент, например, аутентичен. А вот это было нарушено впоследствии. То есть вот таким образом Вы хотите сказать, Что вот как фильм сейчас собран, Так он и существовал. Я специально задаю такие вопросы, Чтобы как бы вас испытать. Потери там, конечно, есть. Потери есть, Потому что некоторые пленки были оборваны так, Что фрагменты найти не удалось. Но эти потери небольшие. Они достигают, может быть, Двух, ну, может быть, Трех процентов от общего Хронометража фильма. Поэтому можно сказать, Что он, в общем, Собран практически в том виде, В каком его видели зрители 18-го года. Так ли это, что Помимо того, что для Вертова Это был первый фильм, Что он просто киноаппарат взял буквально Чуть ли не там 2-3 месяца до того, Как в руки в первый раз, Перед тем, как начать снимать этот фильм? Возможно, что он киноаппарат не брал в руки И в момент монтажа этого фильма. Потому что быть монтажером И быть оператором Это совершенно разная профессия. Он вообще начинал как делопроизводитель. Его задачей было Принимать от операторов Пленку, которую они привозят в комитет, Регистрировать, Заносить в журнал И складывать на полку Для будущего монтажа. Потом он стал монтажером, Он монтировал журналы Кинонеделя, Которые выходили в то время. И поскольку вообще В 18-м году в Москве Режиссеров не осталось, И монтажеров, То молодой человек, Который всего 3-4 месяца Работал на такой должности, Вдруг, когда к юбилею К первой годовщине Октябрьской революции Понадобился полнометражный Такой пропагандистский фильм, Он был единственным человеком, Который был в состоянии Все это сделать. Во-первых, материал прошел Через его руки весь. Он его знал. Во-вторых, у него уже был Опыт редактирования, Монтажа киножурналов. Ну и в-третьих, Он был молодой, амбициозный человек, Который готов был В отведенный Очень маленький промежуток времени Собрать вот этот фильм-гигант. Вот, наверное, Профессиональный человек Не согласился бы на такую работу. А причина того, Что этот фильм временно Исчез из поля зрения, Вернее так, Причины разные. И то, что сам Дигавертов Его порезал, Потому что кадры были нужны. И то, что так вообще случилось. И то, что там много Троцкого, Который очень скоро стал, Фигурой Нонграда был выслан И так далее. Ну, здесь целый комплекс причин. Вы, в общем, правильно Их все указали. Во-первых, документальное кино Быстро стареет. Во-вторых, там появляются люди, Которых присутствие на экране В общем-то нежелательно. Ну и в-третьих, Самая серьезная проблема, Конечно, Это проблема каталогизации. Если фильм поступает в архив, Например, этот фильм Годовщина революции, Он во время гражданской войны Работал в кинопоездах, Которые ездили тогда по стране С самыми разными целями. И там была всегда фототека. И фильмотека, Что показывает зрителям Какие-то фильмы развлекательные, Пропагандистские. И вот этот фильм два года работал. Поэтому, если вы обратите внимание, То как раз вот эта часть, Где лидеры советской власти, Она наиболее царапана, Она наиболее изношена, Если так можно выразиться. И проблема каталогизации В том заключается, Что когда фильм поступает в архив, Он должен быть четко занесен в картосеке. И, конечно, каждый ролик этого фильма Мог быть каталогизирован отдельно. Поэтому 13 роликов фильма Получили свои совершенно не стоящие рядом Архивные номера И были каталогизированы Под вполне условным названием. Потому что, если, например, У вас карточка должна стоять на букву В, А начинается на букву З, То вы никогда не догадаетесь, Что это именно то, что вам нужно. Ну и как та бумажка, Которая была найдена в архиве С перечнем, Ну просто, да, С перечнем титров. Это был документ, На основании которого можно было Производить уже исследовательскую работу. Но, разумеется, Любая реставрация, Она, Мы не знаем, Как крутил механик. И когда мы выбираем скорость проекции, В этом месте уже какой-то волюнтаризм. Длина титров, Если он сохранился в виде одной клеточки. А ведь Зига Вертова был человек С музыкальным образованием, И для него ритм, Продолжительность каких-то кусков Были очень важны. И сейчас, Когда мы работаем над восстановлением, Я делаю уже следующий фильм По названию «История гражданской войны», Того же Длина Гевертова. Вот, Это большая проблема. Вот, Какова может быть степень нашего вмешательства В то, Что делали предшественники. И на каких, На основании каких аргументов Мы можем предпринять именно такое Или другое реставраторское решение. Можно сделать нейтрально, А можно как бы имитировать технику, Которая, Вот разные способы реставрации. Можно, Можно, Но в кино, Если у вас нет оригинального материала, Это нельзя. Ничего нельзя. Не может быть черный экран, Просто все правильно. Да, да, да. А вот в этом месте читатель, Наш зритель, Был очень интересный фрагмент, Который вы, к сожалению, не увидите. Вот так мы обычно не поступаем. Спасибо вам большое. Ну, вообще потрясающий материал, Где можно вот так два часа смотреть Хронику 18-го года. 17-го, 18-го. Это вообще потрясающе. Спасибо вам большое. Очень рад знакомству. Если вдруг так случайно Вы что-то еще восстановите. Да, да, Ну, не случайно. Я думаю, что весной. Ну, бумажка случайно попадается в архиве. Понимаете, тоже. Знаете, всякая случайность Есть почти одна закономерность. Потому что, если бы не мне, То кому-то другому, Эта бумажка все равно попалась бы в руки. Она могла попасться на 10 лет раньше Или на 20 лет позже. Но это все равно неизбежно произошло бы. Вот. Ну, и считаю, что нам с вами повезло, Что мы можем этот фильм посмотреть уже сейчас, А не 20 лет спустя. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвали. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»